всем привет вы на канале алка парфюмер и сегодня будет обзор на олд кёнигсберг иксо ну что поехали ну что давайте будем приступать и многие мне писали после муанти топа что мне необходимо попробовать вот этот вот коньяк пол кёнигсберг иксо что это очень хорошая штука и помимо этого на тот момент я видел еще ролик своего коллеги своего знакомого ивана андреева который тоже очень хорошо о нем отзывался поэтому все-таки я решил его попробовать и продегустировать но и давайте приступим к распаковке коньяк идет в такой вот бутылки которая мне слегка напоминает дой мне это нравится мне в принципе нравится дизайн этой бутылки такое толстое дно и сама стеклянная пробка тоже выглядит достаточно симпатично на лицевой стороне нет никакой этикетки название нанесено краской что тоже смотрится симпатично на контур этикетки мы видим что это олд кёнигсберг иксо к ввк произведен под контролем французских мастеров купожая с коньячных дистиллятов выдержанных не менее 8 лет в дубовых бочках городе коньяк состав коньячных дистиллят выдержаны не менее 8 лет умягченная вода сахарный сироп натуральный краситель сахарный колер простой и 150 а крепость 40 процентов объем 500 миллилитров место происхождения винограда франция только франция указано то есть дистиллята здесь только французские сорт винограда у не блан шардоне и рислинг год урожай 2011 дата розлива 25 07 2023 года крышка еще раз повторюсь стеклянная сама пробка тоже стеклянная переходящие с крышки и герметизирована пластиком ну а теперь коньяк пускай немножко подышит а вы пока не забудьте подписаться на мой телеграм-канал где вся актуальная информация а также можете там подписаться на чат телеграм-канала где мы общаемся с подписчиками между собой делимся всякими скидками акциями а также общаемся на около алкогольные темы ну что коньяк уже подышал и можно приступать дегустации как обычно начнем с цвета но учитывая колер мы не будем особого внимания ему уделять в принципе такой стандартный коньячный цвет напоминающий заваренный чай сама текстура средней маслянистости но не забываем что в составе и сахарный сироп ну и давайте уже приступим к аромату во-первых прослеживается сто процентов французский профиль безошибочно и абсолютно никакой излишней спиртуозности как у четверки пятерки первым делом это такой спелый сочный персик есть в нем цветочность но она такая с пудровым оттенком как знаете в парфюмерии нота ириса вот если вы понимаете о чем я говорю то вот здесь именно вот этот ирис чувствуется достаточное количество разнообразных сухофруктов присутствуют в нем также свежие садовые фрукты виде каких-то яблок и груш имеются в нем древесная составляющая напоминает какой-то столярный цех вот такой спил свежий дерево и скорее всего какого-то хвойного еще есть такие сочные тропики тропические фрукты в виде спелого какого-то манго возможно вот из-за этой хвойности именно ассоциация с этим фруктом потому что в нем есть такие вот хвойные нюансы они ему присущи и как я понимаю это скорее всего дело шардоне по крайней мере винах я такое замечаю именно у этого сорта винограда ну и давайте приступим ко вкусу вот во вкусе в отличие от аромата легкая спиртозность присутствует и первым делом чувствуются пряные специи свежие садовые фрукты присутствуют как и в аромате при этом разнообразные сухофрукты тоже имеются в нем появляются кедровые орешки опять же вот с этими хвойными нюансами также появляется намек на апельсин возможно даже на цедру с такой вот горчинкой свойственные а также есть тона напоминающий какую-то травяную настойку финиш у него чуть короче среднего на котором постепенно угасают вот эти пряные специи сухофрукты цедра кедровые орешки и травяная настойка при этом проявляется привкус карамели давайте сразу поговорим о цене на данный момент в сети винлаб он стоит по акции 1300 рублей за эти деньги я этим коньяком доволен и тут можно сразу в принципе перейти к оценкам за аромат который мне у него понравился больше всего ароматом я прям очень доволен я за аромат поставлю 20 баллов за вкус я снижу оценку аромат все-таки интересней за вкус плюс еще в аромате абсолютно никакой спиртуозности во вкусе небольшая присутствует поэтому за вкус я поставлю 18 баллов за финиш который хотелось бы чтобы был чуть подлиннее поставлю тоже 18 баллов а за баланс накину балл и поставлю 19 баллов в принципе неплохой баланс у этого коньяка и того общая оценка 75 баллов это вполне себе неплохая оценка для коньяка за такую стоимость что же касается вывода давайте перейдем к нему и если сравнивать этот коньяк с французскими коньяками xo это будет неправильно потому что у них и минимальный возраст выше здесь у нас минимальный возраст восемь лет плюс колоссальная разница в стоимости поэтому если например сравнивать с французскими в с коми то это как очень хорошая французская вырезка потому что которые кстати говоря стоят дороже чем этот коньяк то есть на данный момент французские в с ки они дороже он абсолютно в аромате не спиртуозный а французские вырезки например для меня лично они в аромате спиртуозный поэтому это скорее как очень хорошая французская в с к которая стоит дешевле если сравнивать с весу пи что очень даже подходящие для сравнения мне так кажется есть минимальные восемь лет это побольше конечно то мне не хватает это можно сравнить но обычно весу пи у французов мне предостаточно именно яркости в аромате здесь немножко не хватает и вот мне кажется если бы его сделали чуть покрепче то есть 43 процента например крепости то этим бы это исправилось и он стал бы более интенсивным более ярким аромате но это я придираюсь уже потому что учитывая его стоимость это очень хорошо так что те кто мне писал что этот релиз очень неплох вы были правы согласен за эти деньги можно его смело рекомендовать он подойдет как для спокойной дружеской посиделки так и для шумного застолья и если бы я сейчас снимал рейтинг до 2000 рублей то он бы наверняка занял мне достойное место кстати говоря в эти выходные старый новый год он в этот раз на выходные выпадает поэтому если вдруг кто-то будет его отмечать то смело покупайте к этому мероприятию но на этом будем прощаться с вами до следующего четверга не забудьте поставить лайк этому видео чтобы накормить алгоритмы youtube а также написать комментарий обязательно и перейти в описании к этому ролику там ссылка на мой дзен канал где помимо таких же видео я еще пишу свои письменные заметки а также ссылка на телеграм-канал где вся актуальная информация на телеграм-чат где мы общаемся между собой с подписчиками делимся скидками акциями актуальными и также общаемся на разные около алкогольные темы если вы впервые зашли на этот канал то не забудьте на него подписаться так как впереди много всего еще интересного обзоров рейтингов топов и еще в описании есть ссылка на донаты и номер карты если вдруг кто-то хочет помочь развитию канала но на этом все всем пока и до новых встреч